Привет! Э-э-э, Требуар! У Брайана Мапса вышел новый видосян, называется Эта статуэтка не дает мне спать по ночам. Что-то как-то немножечко страшно стало, веет каким-то хоррором, а Брайан любит снимать всякие хоррор-фильмы, или просто хоррор-ролики, поэтому буду готов, и надо сжать немножечко свои буки по-это, покрепче, чтобы ну, не испугаться, ну, короче, вы поняли. Потому что я так думаю, нас сейчас будут пугать. Но прежде чем начать смотреть видосян, не забывайте подписываться на телеграм-канал, на Троу и на группу ВКонтактике. Ссылочки все будут в описании, обязательно это сделать, это 100% нужно сделать прямо сейчас, потому что могут ютуб заванить в любой момент, обязательно подпишитесь. Теперь давайте посмотрим ролик, надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали! По адресу было найдено. В квартире было обнаружено ноутбуком, компьютер с записями, которые сейчас будут предоставлены для ознакомления департаментом. Поехали! У меня мурахи прям хоум рекорд. Так. Реально, он снял типа мини-ужастик, это круто. Вы охренеете от того, что я сейчас вам покажу. Да, да, я давно не уходил на связи. Блин, телек вообще огромный, классный. Но на это есть довольно-таки веская причина. Пиздец какая веская. Ну как? Я улетаю в Самару скоро. О, нифига себе, а почему в Самару? Это, кстати, рядом со мной. Всего в 100 километрах. Лучше, конечно, бы ко мне приехал, да? Но, ладуки. Своим друзьям. А у него там друзья есть. Подумал, чтобы не оставлять вас без ролика. Я думал, там просто какой-то этот будет, типа... Ну, не комик-кон, а какой-нибудь фестиваль, поэтому пригласили. Сниму несколько видео наперед. И все хорошо. Я снял два ролика. Только вот, когда я сел их монтировать, то, что я увидел... Что я увидел? Я не знаю, как это объяснить. Ну ты покажи просто, мы сами поймем. Первый ролик. Ваша любимая рубрика «Брайн пытается готовить». Так. Просто сами на все посмотрите. Давай, показывай. Господи, это прям страшно. Брайн пытается готовить выпуск пятнадцать. Я шутку придумал, но говорить не буду. Это как это так? Ну-ка скажи, мне хочется тоже посмеяться. Ты чё? Мой уровень... Блин, что мой уровень? Уборки? Да. Всем привет, друзья, с вами Брайн. Добро пожаловать в очередной выпуск. Уже... Не такой же веселой, наверняка, рубрики. Почему не веселая? Нормально, крутая рубрика. Брайн пытается готовить, потому что... Я уже говорил об этом в прошлом выпуске, но... Я потихонечку становлюсь... Старым? Ну как бы, да, все мы стареем. Или рукожопным человеком. Ну, старым. Фейлов случается меньше смешных моментов, меньше. Ну и ладно, вообще на самом деле, я, по крайней мере, смотрю ролики с готовкой, либо ролики с обзором пищи. Чтобы поесть под него, а не чтобы посмотреть и поржать над рукожопостью. Поэтому... Тоже нормально, нормально, давай, снимай. Это превращается в какое-то шоу одной большой мамочки. Не знаю, в общем, большой, но... Большая мамочка. Большая мамочка, кстати, в One Piece есть. Видимо, он One Piece пересмотрел, но сомневаюсь, конечно, в этом. Случит... Интересно. Понимаешь, что мы... В общем, добро пожаловать в очередной выпуск, в котором мы будем готовить интересное блюдо. Вы его пробовали. Подсказка. Эта продавалась в школьной столовке. Пицца, что ли? Аппликация? Ватрушка, сосиска в тесте, котлета с пюрешкой, кашина с покомочками. Блин. Ну, видимо, тогда уж, я не знаю, сосиска в тесте. Просто сразу, когда говорят про школьную столовку, я вспоминаю пиццу в аппликации. Какая разница, если вы все равно уже прочитали название этого видео? Нет, не прочитал ты, охренел, что ли оно по-другому называется. Я идиот. Сосиски в тесте мы с вами будем готовить. Это нормально. Собственно, все. Ингредиенты. Что это было, блин? Фига, он вылез. Агуша. Не масло. Это было очень странно. Прикиньте, если бы он подкинул какую-нибудь стеклянную тару и разбил ее. Это кефир. Итак, 25 миллилитров. 25? Может, 250? Как бы 25? Это что-то как бы... Глоток? Даже меньше, наверное. Стоп, ну все. Двадцать... Да точно 25? Может, все-таки 250? Если там пишется 0,25, то это 250, а не 25. Если 0,0,25, то это 25. Ну, явно там 0,25 написано. Это все... Это все, что нужно. Я очень в этом снимаюсь. Что-то кто-то сплюнул, по-моему. Я знаю, что вы ждете фейл, но как я уже и говорил, я не рукожоп больше! Нет, ты рукожоп, видишь, там пролилось. Хух! Ну, вот это не изменилось. Хехехе. Кто не изменилось? Пролу больше! Хух! Но вот это не изменилось. Хехехе. Что, надо все попробовать, типа? Я постоянно жру. Ну что ж, ребятки, у меня и для этого выпуска есть история. Муки, там много надо. Ну... Кхе-кхе-кхе. В общем-то... 100% там не 25 грамм нужно... Когда я был в четвертом классе, я это четко запомнил... Ну, не когда я был в четвертом классе, а... История так начинается, понимаете? Так. Когда я был в четвертом классе, мы... Что-то было? Это, типа, начинается ужасе, да? Я уже как будто бы забыл то, что нам сейчас показывают, типа, мини-фильм ужасов, и просто смотрю на готовящего Брайана, и такой, раз, начинается, окей. Готовались после уроков в школе, по-моему... О, господи, что... О, это урок! То ли баскетбол, то ли... Прикольно. Что-то такое, какие-то такие активности были. А-а-а, вспомнил! Ой, у меня прям мурахи по всему телу. Мы ходили на выпиливание лобзиком, так это называется. Кого там выпилили лобзиком? В общем, да, кто не знает, я... Ну, меня выпиливают, так что... Типичный повар, набухался, бля, перед работой. По типу... Ну, не совсем Джеральд, а... Если мне остались фотографии, я вам их сейчас покажу. Свой не нашел, типа, таких, окей. Я всегда начала хотеть есть, и мой друг, кстати, тоже, и мы всегда бегали к нашей классной руководительнице. К чему я... О, у меня прям реально... Я это вообще рассказываю, к тому, что она всегда кормила нас именно сосисками. Просто... Своими. С сосисками. С сырыми, что самое интересное. Так, в смысле, они и так вареные, типа, камон. Я всегда ем сырые сосиски. И... И... Вы не представляете, насколько это было... Так, что происходит? Видели? Видели? И что это такое? Объясни там хотя бы. А для тех, кто... Не понял, объясняю. Давай. Еще в 2018 году, когда я начал снимать лайфстайлы, я купил себе статуэтку из Икеи и назвал его Джеральд. Так... Для того, чтобы сделать с ним различные мемы, приколы... Но я его помню, он крутой. Ой... Всякое такое. Джеральд, вообще... Блин, господи, у меня опять мурашки что-то похожи. Что-то ты тут не просто так стоишь и прохлаждаешься. Ты должен стоять... И помогать мне готовить. И следить. Вот так вот. Никто не помогите. Всё это было смешным и забавным, до того момента... Пока он не стал меня преследовать. ...пока я не начал замечать, что Джеральд будто бы меняет свое положение. Да. А иногда... Присылает мне смс. А иногда находится в тех местах, куда я точно его поставить не мог. Как вы поняли, началось это задолго до этого видео, которое я сейчас показал. Просто раньше подобные странные ситуации я списывал на свою невнимательность, либо плохую память. Понимаю. Я тоже, наверное, так бы списывал. Но то, что я сейчас своими глазами увидел, это просто... О, господи, опять... Вроде ничего не происходит, а мне уже страшно. Поплыл. Ой, мама. Home record 0.02. В общем, я начал монтировать влог, который я снимал пару дней назад. И мое внимание привлек один очень интересный кадр. Ну-ка. У меня в гостях был мой двоюродный брат, и мы с ним играли в прятки. И... Мы... В прятки? Ты не старый для пряток? Мы закончили играть. Я продолжил снимать свой влог. И... Произошло... Вот это. Ну-ка, что? В прятки влог. Так что да, ко мне недавно приезжала сестра, кстати... Так ты же сказал брат. Твоюродная. Мы с ней давно не виделись. Многие из вас её знают. По тому самому видео. Так ты же сказал брат, я не понял. Типа брат или сестра? Типа брат или сестра? Типа... Который мы снимали... Какой-то год был. Наверное 2015. И... А, типа и брат и сестра. Ладно, окей. Не догонишь. Не догонишь. Не догонишь. Так. Что происходит? Сейчас мне как-то крипово. Сейчас наверно что-нибудь из черноты вылезет, да? Да. Неплохо, неплохо. Это выглядит будто бы это монтаж. Но это не может... Но это и есть монтаж! Потому что это сырой материал с моей камеры. Ага, ага, ага. Что ещё расскажешь? Интересно. Здесь даже исключён сценарий розыгрыша какого-нибудь от кого-нибудь. Потому что это невозможно. Но что это тогда? Так. Home records. Ребята. Это снова я. Короче. После того, что я увидел, я решил показать это видео своей одной знакомой. Которая специализируется на подобных... по... Не паранормальных, но необъяснимых ситуациях. Она целыми... У меня есть объяснение. Ты просто хороший актёр и монтажёр. Ха-ха-ха-ха. ...на подобных форумах, где люди расписывают свои странные ситуации, которые произошли с ними. В общем, она шарит во всём вот этом вот подобном. И я показал ей это видео. Я рассказал ей вообще, откуда у меня появился Джеральд. Когда это всё начало происходить. Что это может быть. И то, что она мне в ответ рассказала... Чё он там занихнул? Вы не поверите. Это... Я не знаю, как можно... Как может здравомыслящий человек в это поверить. Но чем... Чем дольше она рассказывала эту историю, тем больше я мог провести параллелей со своей ситуацией. Это было очень странно. В общем... Вы должны это видеть. Давай, показывай. Кафе. Стой, погоди. Ну давай, рассказывай. Слушай. Мне всё это напоминает легенда удара и грязь. Чего легенда удара и грязь? Кто это? Я хочу переслушать. Я не понял, что он сказал. Ну давай, рассказывай. Слушай. Мне всё это напоминает легенда удара и грязь. А? Ни хрена не понял, что он сказал. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Кто это? Много лет назад была такая девчонка маленькая Дарья Грейс. А, Дарья Грейс? И вот смотри. Она имела очень плохие отношения с родаками. Типа... Ну, с мамой вообще очень плохо общалась. А Бадёк у неё это... Повесился. Как смешно. Абсолютно не смешно. Ну, слушай. Так вот, в школе она была изгоем. У неё не было друзей. И поэтому она стала дружить с куклами. Представляет, что это её настоящие друзья. Ну, это нормальная практика. Так очень много людей замыкается. Ну... И вот это самое интересное. Она рисовала на этих куклах личико. В смысле? Ей не хватало тех личик, которые там на них и так были изображены? Если на кукле нарисовано личико, то в ней есть душа. А если, короче, не нарисовано личико, то души нет, но можно какую-нибудь душонку подселить. Вот. Ну, чё ты ржёшь? Я тебе реально... Какая-то фигня непонятная. Рассказываю, серьёзно. Потому что это очень похоже на твою историю. Ты-то сама придумал только что? Конечно. Сначала подумал, что это вброс. Конечно, это вброс. Это какая-то хрень странная очень. Потому что логично. Она просто сама придумала эту херню, чтобы меня запугать ещё больше. Естественно. Я начал искать в интернете информацию об этой Дарьи Грейс. И ничего не нашёл. Ни одного упоминания. Но она, в свою очередь, посоветовала мне съездить в нашу российскую национальную библиотеку. Это, насколько знаю, самая большая библиотека у нас в Питере. И поискать информацию об этом рассказе там. Она мне дала все данные. Поиск... А, там. Мне казалось, сам. Поэтому сейчас я направляюсь туда. Посмотрим. Не напиздела ли она? Именно это она и сделала. Либри-блок. Что-то какая-то старая библиотека. Это точно библиотека самая большая в Питере? Какая-то маленькая, захолустная, деревенская библиотечка. Пианино. Так. Красный Октябрь. Хм. Хм. Зловеще. Фольклор из зарубежных стран. Сто процентов здесь. Хорошо, что в этом отделе никого нет. Я... Фольклор? Не похоже та история была на фольклор. Я смогу спокойно снимать. Говорил фиалым, равнодушным голосом. Смотрите, на самом деле никого нет. В этом отделе никого нет. Я смогу спокойно снимать. Говорил фиалым, равнодушным голосом. Опять-таки, оттеки к самоубийству. О постоянной меланхолии. О тревоге. Тааак. Интересно, что происходит. Блядь. Вот я сейчас обострался. Я тоже. Господи. Чувак, зачем ты заиграл именно сейчас, когда выключили свет? Страшно, вырубай. Господи, что происходит? Чего сказали? Так. Почему ты светишь всего лишь, блин, экраном? У тебя же фонарик есть в телефоне. Ну, блин, почему слишком темно? Страшно, что сейчас какая-нибудь херня выпрыгнет и испугает меня. Так. А те, кто играл-то? Может, нам показалось всех, это такая, это, общая галлюцинация? Что тут дышишь? Никого нет. Ну, именно, тяжело дышишь. Ух-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х. Хоум-рекорд 004. А ещё квадраты встал. Да, вот, после того, что вчера было, спалось мне просто охренительно. Понимаю. После того, как мне вам зовут кинжал в спину, я аж вздрогнул. Когда... Хе-э-э, мне кажется, если бы тебя воткнули кинжал в спину, ты бы не только вздрогнул. Это неважно, потому что у меня и в жизни происходит какое-то дерьмо стрёмное. Да, согласен. Потому что я узнал об этой Дарии Грейс. В общем... Так ты же ничего не узнал вроде как. Что не удалось узнать? У неё действительно была тиранша-мать, которая постоянно донимала своих детей. Более того, она довела собственного мужа до самоубийства. Она рисовала лица этим куклам, что давало им возможность видеть, слышать, а также передвигаться. Звучит, как какой-то дешёвый фильм ужасов. Да, согласен. В общем... Очень дешёвый. Она вселяла некую силу этим... Я на эту силу взял. Чтобы они впоследствии находили для себя источник души. Зачем? Какой-то бред, если честно. Ну, то есть... И в этой книге... Здесь я просто не придумал что сказать, да? Из деревни, в которой жила Дария Грейс, Постоянно пропадали люди. А также, что после её смерти, На её чердаке... Нашли около двадцати... Коробок с различными игрушками. Угу. Как бы... С её прокольтыми игрушками. Котор... Блин, чё тебе перест... Да хватит, блин, вот этого шишек делать! В последствии... Чую то, что вот сейчас я так лайтовенько боюсь, да? А в конце будет прям какая-то лютая дичь, за которую я скажу... Просто раздали жителям этой деревни. И они начали забирать их душ. То есть, как бы, эти проклятые куклы просто пошли по рукам. Угу. И самое интересное... Капец. Я сейчас пытался вспомнить... А где я вообще взял Джеральда? Где он взял? Сначала я думал, что я купил его сам в Икеа. Угу. Но потом до меня дошло, что... Я его не покупал. Угу. В то время я жил в двухэтажной вот этой вот белой квартирой, которой я арендовал. И там был чулан, хозяйка квартиры сказала, что все, что находится в чулане, ей не нужно, и что я могу, если что, это выкинуть. И вот там, в одной из коробок, я нашел Джеральда. Серьезно? Если вы знаете, где он его реально взял, напишите, пожалуйста, в комментариях. Просто я за Брайаном сижу последние только года два, наверное, от силы. А что было до этого, я не знаю. И просто забрал его себе. Так. Что это? Ты тоже знаешь. Я ее уже купил. Три блуда. В микроволновке. Блуда. Кто там блудит в микроволновке. I don't fucking care. А, да, кстати, у меня тут появился, вернее, он был, друг, он будет с нами, он будет с нами теперь готовить, он будет наблюдать, все ли я правильно делаю. Так что следите за его эмоциями, если я буду правильно готовить, он будет радостным, если буду неправильно готовить. Хотя, знаете, давайте смотреть правде в глаза. Прикольно. Нет, данный видеоматериал не предназначен для распространения, но я выложил его на канал, где 16,5 миллионов человек. Так. Кот, это ты тут херней занимаешься. Ой, киса. Нифига он жирный. Да, кстати, мне привезли кота на... Какой он жирный. Хахахахахах! Ну, все-таки, у меня есть на него аллергия, так что придется потом его отдать. А, это не телик, это наверно это какое-нибудь... Мм, полотно. Господи, какая ты огромная, это shielding! И он идет прям к нему, нет, наверное, развернуться и убежать, он к нему идет. Какого хрена?! Отвали от меня! Ой, иди сюда. Прикольно сделал, прикольно. О, прям мурахи по коже. Что-то упало. Джеральд? А там что упало? Если он здесь. А там что упало? Реально, вот первое, когда упало. Друзья, напишите, пожалуйста, если вы рассмотрели. Полин? А чё ты занимаешься? А давай папе видео запишем? Он себя хотел видеть. Папе? Давай. А какому папе кто это? Дочь, а ты что ли в коробку не заглядывал? Ой, там Хаги Ваги. Я же когда мусор выносила, принесла её. Там игрушки. Там был Джеральд. Видимо, у кого-то детки выросли. Это, конечно, не Хаги Ваги, как ты хотела. Но зато бесплатно. А почему это без личика? А ты сама нарисуй. Как это без личика? Вот же личико. Так. Или это типа ещё один был? Типа один был с личиком, а другой нет? Вольно. Теперь будет как живой. Лучше не надо быть как живым! На самом деле, прям офигенная атмосферная штука получилась. Мне прям очень понравилось. Спасибо, как обычно, Брайну. В конце я прям реально испугался. Но я вот не понял последнюю ставку. Типа нет. Я понял то, что его, наверное, игрушки принесли этой девчонке. Но кто она такая, нифига не понятно. Почему это написано для папы? Кто её папа? Несколько вопросов у меня вот осталось. Если вы что-то шарите, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну а то, что Брайан свои старые ролики вот так вот взял и притянул к этому сюжету, по-моему, это прям мега офигенно. Как бы сюжет длится уже несколько лет, так сказать. Аж целых 5 лет, да? Он сказал, в 17-м году, что ли, появился у него Джеральд, если не ошибаюсь. В любом случае, это прям очень круто, очень атмосферно. И сделал он такую правильную вещь, когда вот... Вначале я сначала рассказал про то, что сейчас происходит всякая фигня. Включил ролик, там он несколько минут шёл, где он готовил, да? Я уже немного даже забыл, что сейчас должен быть ужастик. И такой, а, ладно, немножко расслаблюсь. И начинают эти помехи, блин, немного страшно стало. Атмосферная такая штука, но... Как бы... Не очень страшная. Больше атмосферная, но это, наверное, наоборот хорошо. Мне, короче, дико зашло, очень классно. Но хотелось бы, чтобы именно ужаса было побольше. Надеюсь, в следующий раз он сделает что-нибудь прям такое мега страшное, чтобы прям в напряжении постоянно нас сдержало. Офигенный ролик, лайк я уже поставил. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики, если интересно учтите, ссылочки в описании. С вами я всегда был Рибон, спасибо за просмотр, пока!